По возможности получаете много денег, имеете привлекательную внешность, не грустите. Огромное спасибо, блин, вот это просто идеальный совет. Курьероциты, это зелёные и жёлтые тельца, разносящие по венам города питательные вещества. Жень, ты как женился каблуком стал. С чего ты это взял? Я всё такой же, как раньше. Вот даже сейчас мне отвечаешь не ты, а твоя жена. Нет, это я. Женя, ни одной запятой, а ты уже вон сколько наставила. Он не каблук. Было, в общем, у меня любимое оверсайз пальто. Так вот, теперь это просто пальто. Ну, хорошо, многие люди с возрастом жиреют. Никто. Люди в 2020 году. Ну как это, зачем? Потому что оно всё коронавирусное. Всё, всё в коронавирусе надо отмыть. Отмыть коронавирус. Очень агрессивный психолог. Выхода нет, а если найду? Вижу новость, что в Воронежском Бобрунариуме впервые родилось два бобрёнка. Мне кажется, что основная новость тут это существование Воронежского Бобрунариума. Когда пишут, для меня слово Бобрунариума уже новость. Блин, я клянусь, я впервые слышу слово Бобрунариум. Записываем? Записываем. Блин, прикольно. Слушайте, ну, если бы я проходил мимо, я бы туда зашёл. А вот специально ехать в Воронеж в Бобрунариум ни за что. Как сидит учитель, когда весь класс завалил тест? Наверное. Не помню, как он там сидел у нас. А, да, здорово. Меня зовут Макс. И вход в рай вышло. Вот, предзаказ доступен по ссылке в описании. Можно сделать предзаказ. А скидка, скидка, скидка по промокоду скоро даст вам скидку. Я гений вообще, просто гений. Прикиньте, скидка даст вам скидку. 15%, да, по ссылке в описании. Вход в рай 2. На самом деле хочется такой вид насуга лежать, и чтобы недалеко лежал какой-нибудь приятный мне человек, и мы лежали и ничего не делали. Только иногда кто-то тыкал. О, кто-то тыкал кого-то. О, вбок? Вбок, ладно. И спрашивал, лежишь? Лежу. И дальше лежали вы. Лежишь? Лежу. Прикольно. Господи, сейчас произошла ситуация, в которую могла попасть только я. Я ждала курьера, параллельно села чистить шампиньоны. И чё-то я очень задумалась. Пришёл курьер и пошла открывать шампиньоном в руке. Окей. Он отдал мне пакет, и я отдала ему шампиньон на автомате. Блин, шампиньон. Но это не всё. Я закрыл дверь. Курьер постучался и вернул гриб. Мужик, у тебя есть гриб? Нету. На, мужик, гриб. Окей, забавно. Интересный факт. Тибетские монастыри охранялись двумя видами собак. Тибетскими спаниелями слева и мастифами спаниели следили за всем со стен. И когда замечали у храма незнакомцев, звали на помощь взрослых мастифов. Тот пишет, мне 27, я тоже зову взрослых, когда приходят незнакомцы. Но я не спаниель, а просто спина сутулая. А, псина сутулая. Неважно. Псина сутулая со спиной сутулой. Подскажите, какой первый признак беременности? Этот вопрос, дорогая, он и есть первый признак. Не, чувак, ночная смена довольно проста. Дмитрий 24 года. Ну, типа он плохо спит. Пойду поквакаю. Текст. Очевидный текст. Тут нахрен не нужно слово. Ну, короче, да, иди поквакай. И как сказать, пописай, чтобы было что-то связано с лягушкой. Не знаю, с квакой. А, пофиг. Десятилетний я выхожу из кинотеатра, переняв личность крутого персонажа с полной уверенностью, что отныне я буду вести себя как он. Да, такое бывало. Ты прям, да, только можно не из кинотеатра, а просто кино посмотрел, и ты уже Джеки Чан такой. Если бы каждый раз, когда я хочу выпить, мне давали выпить, то я бы выпил. Так и живем. Просто отличный афоризм. Хорошо смеется тот, кто смеется в теплой постельке, спит до обеда и никуда не спешит по утру. Ну, наверное, да. Твоя девушка, когда выпила один бокал вина. Веселая телочка. Молочные сладости. Ладно. Инструкция по выбору объема памяти на телефоне. У вас есть код? Нет. 128 мегабайт до 1 терабайт. Кота, типа, фоткать своего? Хорошо. Одна моя знакомая на днях отмечала 36-летие и, решив в очередной раз обыграть тему про 18 с хвостиком, выложила фото, подписав его 18... Ну, надо было, наверное... Хотя... Короче, да. 18 в квадрате. Получается, с 324-летием. Вроде правильно сказал. Жительница Екатеринбурга Анастасия Куприянова уехала в Южную Корею, чтобы работать с обутыльницей на час. Серьезно, есть такая профессия? Девушка рассказала, что ее мучила депрессия, и тогда она решила что-то кардинально изменить в своей жизни. Работа с обутыльником в Корее считается вполне уважаемой, и во время встреч можно даже не пить алкоголь. Главное, выслушать и поддержать человека, который платит за свое общество. По словам девушки, в месяц она зарабатывает порядка 300 тысяч рублей. То есть ты сидишь, выслушиваешь чей-то пьяный бред, и тебе платят бабки. Блин, это круто. Лучшая работа в мире, согласен. Apple Watch. Блин, текст. Почему тексту написано? Текст. Apple Watch текст. Я понимаю, что по шаблону делается какому-то мемному, но можно было бы убрать слово текст. Тогда бы не было слова текста, я бы не говорил слово текст 500 раз за сегодня. Позвонили из банка и сказали, что на моем счете наблюдается тревожная активность. Неужели кто-то денег прислал? Кирилл. Да, Мефодий. Кириллица после всей нашей совместной работы? Ну, Кирилл и Мефодица просто слишком громоздко. А почему бы не Мефодица? Ничего личного. Я просто выбрал того, кто идет раньше по алфавиту. Так ты этот алфавит и придумал, собаки женского пола ты сын? Умираю с голоду, дайте еды. Есть окрошка на квасе, будешь? Лучше смерть. Окрошка на Кока-Коле. Мой парень прошлой ночью набухался в хламину и сказал мне, что если я буду пытаться его поцеловать, он позвонит своей девушке. Я чмокнула его, и он позвонил мне, чтобы сказать, что до него домогается какая-то баба. Ставьте лайк, если вы за верность в отношениях. Да. С каждым годом все длиннее список того, на что стало пофиг. Тупо жду, когда уже станет пофиг на гравитацию. Унесусь эфирным сгустком в долбеня космический. Что-то такое мемас у нас был, кстати, прикольный. Ты че такая злая? Мужика тебе надо. Вся злость сразу пропадет. Да есть один мужик, который мне нравится. Только вот он тупой. Так-так-так, че за мужик? Да есть там один тупарь. Дима зовут. О, тезка. Я же говорю, тупой. Начиная подозревать, что риттер-спорт – это не спортивное питание. Вот мне тоже все время было странно, почему шоколадку назвали спорт. При чем тут спорт вообще? Мог, не знаю, риттер-ожирение там, может, риттер-диабет. Ну, почему спорт-то? У меня, между прочим, два... Риттер-кариес. У меня, между прочим, два образования. Начальное и среднее. Риттер-жопа-слипница. Вот оно. Самое токсичное комьюнити. Да, мы такие. Когда дельфины толкают тонущего человека к берегу, они не спасают его. Они хотят поиграть, представляя несчастного добычей. С равной долей вероятности дельфины могут выталкивать незадачливого пловца и в открытое море. Да. И люди такие, которые вернулись, типа, о, меня дельфин к берегу вытолкал там, да, после кораблекрушения. Значит, дельфины спасают людей. Но те люди, которых дельфины толкали не к берегу, они-то не могут сказать ничего. Поэтому неудивительно, что, как бы, про дельфинов или хорошо, или тот, кто, можно сказать, плохо, он утонул. Почувствовал себя таким крутым, когда написал в списке дел купить землю. Для цветов, конечно, оно звучит хорошо. Да. В России теперь будет праздноваться День Отца. Да. Я, мама-отчим, готов принимать ваши подарки. Батя, который ушел за Сигами 12 лет назад. День Отца, серьезно, ну ладно, окей. А какого числа бы написали? Интересно, что все-таки. Выходной взрослого человека это лежать. Надеюсь, что тебе никто не позвонит и не напишет. Да, так оно и есть. А, друзья, не забудьте, вход в рай по ссылке в описании. Вторая часть. Уже, ну, считайте, что вышло. Она появится в магазине, я не знаю, в течение месяца, может быть. Но предзаказ уже можно сделать и промокод на скидку 15%. Это, собственно, слово «Скоро». Там вбиваете «Скоро» и вам бах, 15% скидка будет. Ох, всем пока-пока. Да. Все, давай, давай, давай. Перематывай на другие мои ролики. Ладно, пойду еще позаписываю в YouTube Shorts.